Жителям США предложили поселиться в психбольницах квартира-дом. 15.14.3 марта 2020 года жителям США предложили поселиться в психбольницах. Фото. Evergreen Real Estate Group В США нашли новое применение пустующим больницам. Закрытые поликлиники, психиатрические учреждения и санатории получат вторую жизнь, став жильем для малообеспеченных пенсионеров. Об этом сообщает Forbes. В рамках акции происходит перепрофилирование закрытых лечебных центров для того, чтобы они стали постоянным местом жительства для отдельной категории граждан пожилых людей с достатком ниже 50% от среднего уровня дохода, а также для участников программы Illinois Supportive Living Program. Программа для людей с ограниченными возможностями, направленная на поддержание самостоятельного образа жизни. Такое жилье будет доступно по всей стране. От Лос-Анджелеса, штат Калифорния, до Нью-Йорка, штат Нью-Йорк. Девелопер Evergreen Real Estate Group уже сделал большой рывок в этом направлении. Первый он приобрел закрытую больницу Святого Чарльза в западном пригороде Чикаго, штат Иллинойс. Компания преобразовала заброшенное здание в стиле Ардека в новый комплекс Aurora St. Charles Senior Living с 50 единицами жилья. В планах застройщика заселить и больницу Ривенсвуд, на ремонт которой был выделен 81 миллион долларов, 5 миллиардов рублей. Здание 1974 года постройки после реставрации станет новым домом для многих пенсионеров. Им предложат 74 квартиры. Также в больнице будут проживать участники социальной программы Illinois Supportive Living Program, которым выделят 119 единиц жилья. Несмотря на то, что две отдельные группы населения будут делить одно здание, застройщик планирует поселить их в разных секторах с отдельным входом. В распоряжении будущих жильцов есть общие комнаты для отдыха, библиотека, компьютерный зал, а также терраса на крыше здания. Для участников программы Illinois Supportive Living Program будет доступна столовая, комната физиотерапии, общие гостиные с телевизором и дежурные врачи. Больницу планируют открыть летом 2021 года. Директор по развитию компании Evergreen Real Estate Group выразил надежду на дальнейшее развитие этой сферы в будущем. Для осуществления своих идей компания использует несколько источников финансирования, сотрудничая с рядом государственных и частных партнеров. По оценкам экспертов, цены на жилье в США растут быстро, а доходы населения по сравнению с ними медленно. Это проявляется в увеличении числа квантеросъемщиков, среди которых преобладают домохозяйства со средним уровнем дохода. Подобная программа должна помочь преодолеть кризис доступности жилья в стране. Помимо этой акции, в США работают и другие программы, созданные для борьбы с кризисом. В начале 2020 года городские власти Нью-Йорка предложили застройщикам помочь малообеспеченным семьям замена налоговой льготы. Программа предполагает заселение такой категории граждан в невыкупленной квартиры, расходы на аренду которых городские власти возьмут на себя. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Обратная связь с отделом ДОМ. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес domatlantico.ru Редактор субтитров А.Семкин